Привет! На связи Роман Ким и в этом видео я расскажу вам о том, как вы можете стать увереннее в себе. Это самый, наверное, самый важный фактор в начале любого начинания. То есть, когда вы берете за какое-то дело, если вы в него верите, у вас обязательно получится. Если вы не верите, ну то есть, к примеру, если у вас возникает какая-то идея, бизнес-идея, скажем так, да, и вы понимаете, что если вы сделаете ряд определенных шагов, и вы верите в это, что у вас получится, у вас обязательно получается. Если вы в это не верите, то, скорее всего, вас ожидает неудача, потому что вы изначально не верили в то, что делали. Очень часто люди совершают ошибки, и, скажем так, есть некоторые люди, которые умеют убеждать и влияют на мнение людей, и люди, которые поддаются влиянию, скажем так, идут заведомо туда, во что не верят. Это очень часто касается, например, сетевого маркетинга, и люди, которые идут в сетевой маркетинг и не верят в него, в большей степени вероятности не получают результата. Хотя сама бизнес-модель сама по себе очень интересна, я очень положительно отношусь к этому бизнесу, хотя активно им не занимаюсь. К слову, я являюсь интернет-маркетологом, уже более пяти лет работаю только при помощи интернета. В 2015 году я вернулся из Южной Кореи, и по сей день работаю в интернете, являюсь специалистом в области построения автоворонов и продаж. Если кому-то интересно, мы можем отдельно пообщаться на эту тему. А сейчас я хотел бы поделиться своим лайфхаком, что я делаю для того, чтобы укрепить свою уверенность, и вообще в целом стать увереннее, смелее, скажем так, да, и верить в свои силы, и добиваться положительных результатов. Давайте сначала разберемся с понятием успех. Что такое само по себе успех? Успех строится из ряда маленьких побед. Я думаю, что всем вам это уже известно, я думаю, что вы прекрасно понимаете, что успех это и есть череда мелких побед, которые поэтапно ведут нас к какой-то большой амбициозной цели. Я думаю, что она у вас есть, и если ее нет, вы можете посмотреть серию вебинаров, которые мы запустили. Где-нибудь рядом сейчас может появиться, ну, должна появиться ссылочка, кликнув на которую вы сможете попасть в мой плейлист, где и будет эта серия вебинаров, которая нацелена на то, чтобы помочь человеку разобраться, с чего вообще начать, куда и как двигаться. Теперь давайте перейдем непосредственно к самому лайфхаку, о котором я вам говорил в начале. То есть у меня есть определенные утренние ритуалы и заключаются они в следующем. Я просыпаюсь в 5 утра, иду в туалет, потом собираюсь и иду на прогулку. Во время прогулки я слушаю успешных людей, возможно, какие-то аудиокниги, возможно, чьи-то интервью. То есть каждый день это новый контент, какая-то новая информация. Получаю для себя что-то полезное, возвращаюсь во двор, там турник и прочие дела. То есть я совершаю определенные ритуалы, которые делаю на каждой дневной основе, которые делают меня крепче, сильнее, лучше и прочие дела. После этого я собираю, мы вместе с супругой собираем мою младшую дочь в садик, я ее отвожу туда, возвращаюсь пешком и к этому моменту на часах уже 9 часов утра. Так вот, к 9 часам утра, когда я беру в руки свой смартфон, он оповещает меня о том, что одна из моих целей на сегодняшний день уже достигнута. То есть у меня есть некое приложение, которое фиксирует мое количество шагов. И у меня есть цель каждый день ходить не менее 10 тысяч шагов. Эта цель связана с моим здоровьем, я ее обозначил и в течение этого года буду делать на каждой дневной основе, верю в то, что справлюсь и верю в то, что у меня получится. Так вот, когда к 9 часам утра я беру свой смартфон в руки и смотрю, что одна из целей уже на сегодня достигнута, это невероятно мотивирует меня добиваться всех остальных целей, которые я поставил на этот день. Таким образом, совершая небольшие шаги каждый день по направлению к своей цели, я добиваюсь тех этапов, которые мне нужно завершить, ну и естественно получая результат. Верю, что вам было полезно, если это так, ставим лайк, делимся у себя в социальных сетях, возможно со своими друзьями, потому что на самом деле кто-то думает сейчас с чего начать. И прежде чем вообще что-то начинать, нужно укрепить веру в себя, веру в то, что делаешь, ну и разобраться со многими моментами. Кстати, буквально на днях я провел вебинар на эту тему, который назывался «Как поверить в себя и начать жить иначе». Вот в том самом плейлисте, о котором я уже упоминал, будет и этот вебинар, искренне рекомендую вам посмотреть и применить все те практики, упражнения, лайфхаки, которыми я пользуюсь, я поделился в этом вебинаре. Берите, смотрите, пользуйтесь. Я не прощаюсь с вами, говорю вам до скорой встречи. Пока-пока.